Вот сейчас вот кто-то объезжает по городу, вот эти вот моменты такие смотрит, дает команды. Вот сейчас как работа организована, как было понятно? Вячеслав Валентинович, у меня вот еще сейчас, у меня еще такой вопрос к вам. Вот я понимаю эту ситуацию, когда действительно человек не может работать за рулем в такой ситуации, во-первых, морозно, во-вторых, без круглосуточно он не может сидеть за рулем. Вы как-то пытались решить эту проблему по кадрам, где-то попросить бульдозеристов, трактористов связаться с предприятиями, у которых есть эта техника, для того, чтобы, может быть, у них есть кадры, чтобы помочь городу в этой ситуации. Вот как вы... Разрешите, я за него отвечу. Пожалуйста, Григорий Николаевич. Глава государственной администрации собрал срочное совещание. На совещание непосредственно мне была поставлена задача провести оповещение бульдозеристов, а также водителей кредеров. Согласно учетно-воинской специальности, мы подняли практически весь наш ресурс, которым мы на сегодняшний день обладаем. Докладываю вам, 90% данных специалистов убыли за пределы города Бендера. Их нету в городе. А оставшиеся, которые есть, они работают на предприятии, и целесообразность вызова их сюда не представлялась возможности, потому что зачем вызывать человека, который и так задействован в работе? Просто отрывать его. И просьба главы была при повторном совещании еще раз усилить. Мы еще раз проверили картотеку. Результаты положительных недалек. Потому что если человека нет в городе, мы его найти и не можем. Григорий Николаевич, коль вы уже ответили на этот вопрос, я хочу вас спросить. У нас вообще вот по городу есть такой список вот этого транспорта, который не только в спецавтохозяйстве, а который находится на предприятии города, всех форм собственности. Сейчас мы знаем очень много в частном секторе, маленьких тракторов, которые тоже можно было выпустить на улице. Потому что, например, по нашей улице мы заплатили какому-то частнику на маленьком тракторе, вот он проехал и прочистил улицу. Частник. Да. Вот у нас есть учет вообще, сколько у нас в городе числится такой техники, которую мы могли бы привлечь в помощь спецавтохозяйству? Где это у нас числится? Учет такой ведется. Учет такой есть, и мы можем этот учет предоставить. Но, значит, согласно положению, порядка согласного оповещения по военно-транспортной обязанности, должен быть наряд на оповещение данной техники. Значит, мы смогли бы оповестить, но заставить их работать, к сожалению, мы не имеем права. Пока они будут официальной командой Министерства обороны, значит, я не имею права данную технику управлять, согласно даже чрезвычайной ситуации. Мне нужен обязательно приказ Министра обороны. Но глава не просил выйти на Министерство обороны для того, чтобы мы все-таки пригласили этих людей, и как-то, чтобы они помогли городу. Потому что ситуация действительно была... Вообще-то, практически вся необходимая техника, находящаяся в данном, которая может работать в этом режиме, то есть эти градера-эскаваторы, которые есть в городе, они все вышли. Они все вышли. Мы практически их все содействовали. Но самое страшное не это. У нас техника есть, у нас людей, я еще раз докладываю, нет. У нас на большинство... Возьмите ряд предприятий, у них на предприятии за двумя-тремя тракторами числится один тракторист. Это же ненормально. Не из-за того, что директора там обвиняют. Здесь вины директора нет. Нету данных специалистов. И последние годы данных специалистов город не готовил. У нас нету их. У нас не только трактористов нет, у нас и нету и эскаваторщиков, у нас нету и крановщиков. Это проблема. И эта проблема в ближайшие годы покажется и проявится в полном объеме. Ясно. Так, пожалуйста, вопросы у кого-то есть? Пожалуйста, Александр. У вас прозвучало понятие, первый выезд. Вы назвали, сколько единиц техники выехал в первый выезд. Когда состоялся первый выезд? Я хочу что выяснить. Потому что положение наиболее воскрепилось в пятницу под конец рабочего дня. Конец рабочего дня, конец недели. Мы знаем, что в это время стало Террасовское направление из-за моста и стало Кишиневское направление из-за моста. Вот в это время. Как вы работаете? Когда состоялся первый выезд? Первый выезд, Террасов 4.15, пошли машины просыпать подъемы. Я только пошел снег. Это бесполезно. Просыпать сугробный снег. Я только пошел снег, чтобы с утра пошли троллейбусы, не ставить. Просыпать подъем. Основной выезд 5.30. Утром. 15.30. Утром. Утром. Пятницу. Пятница. Стреляна, пятницу, пятницу. Стреляна, пятница. Стреляна, пятница. Пошел снег. Стрелян. Пошел снег. Стрелян. И вопрос, когда был первый декор. Пожалуйста, еще вопросы. У меня вопрос есть к нашему военкому. Вы говорите, по городу Бандеры нет таких специалистов. А вы выходили на районные военкоматы? Там, Слободзейский, Гриопольский и так далее. Каменский, в конце концов, там вообще снега не было. Рыбницкий, где чуть-чуть только выпало снега, там ситуация не стояла. Как-то кондинировали эти рубки? К сожалению, этого не было сделано. Но целесообразность вызова, например, в тот момент, когда снегопад был не только в городе Бендерах, а также в Слободзеях и в городе Террасполь. Да, у них меньше осадков выпало, я не спорю. Но, тем не менее, их техника содействовалась непосредственно на очистке своих территорий. Но целесообразность переброски с каменки или с рыбницей к нам, это не целесообразно. Это не та техника, которая может быстро прийти сюда. Это не техника людей. А людей, людей, такого переброски не ставилась задача, мы этого не осуществляли. Врать не буду. Я даже не вопрос, я просто хочу сказать о том, что так получилось, что в этот период времени я не была в городе. Но хочу сказать о том, что в России постоянно идет, так говорится, снег в большом масштабе. Просто получилось так, для меня, например, разительная перемена. Я уезжала из города, когда говорили о том, что самое красивое место в городе Бендер из всей республики. Такой красивый город, такой разукрашенный. И приехав в город, я увидела вот эти вот кучи мусора, эту грязь, этот снег в немомерном количестве, который не убран. Кроме всего остального, будучи там, услышала огромное количество жалоб со стороны наших работников, детей, учителей, которые вынуждены были добираться домой, которые получили травму, потому что такая ситуация сложилась на дорогах. Я, например, хочу сказать, что я не знаю, конечно, как это было организовано раньше, что делалось, какие машины шли, по три, по четыре машины огромные, не знаю, как они называются, но они шли вот в такую, как говорится, непогоду и расчищали улицы. Песок был на дорогах. Мы сегодня это делаем все самостоятельно. Но я, например, считаю, что огромную помощь могли бы оказать наши простые люди и дворники, которые могли бы выйти. Вот выходит же, извините меня, в России в четыре утра, какой бы снег ни был. Но для всех утро нормальное для того, чтобы можно было добраться на работу. Я считаю, что все равно не было какой-то слаженности, может быть, в этом плане действий. Но если самое главное, я не знаю, все живем в городе, я здесь родилась. Для меня, например, Бендеры самый лучший город, который только есть на нашей земле. Самый красивый, самый уютный. И, конечно, вот, честное слово, складывается такое впечатление, что он сегодня самый грязный, брошен, неухожен, где все мы. Не знаю, мне, например, очень обидно, я, например, очень расстроена вот этой ситуацией. И действительно, я просто говорю о том, что правильно сказал Людмила Ивановна, может быть, не в плане того, что сегодня поймать или там схватить виновного, наказать. А вот самое главное сейчас действительно принять какие-то решения и найти ход действий. Почему два года назад был самый чистый город? Контролировалось, проверялось. Почему сейчас такая ситуация происходит? Да, пожалуйста. Все, Дадьяна? Ну да. Пожалуйста. У меня будет, скажем, небольшая преамбула перед вопросом. И вопрос у меня будет касаться представителя именно госадминистрации, а не служб, потому что это больше касается и госадминистрации, и городскому совету. Еще перед заседанием изучил, как это делается. Там везде, как это делалось и как это должно было делаться. Так вот, каждый год оказывается, это я довожу до сведения всех, на сессии городсовета выносит госадминистрацию вопрос о работе городского хозяйства в осенне-зенний период. О подготовке к работе в осенне-зенний период. О борьбе с гололедом и снежными заносами. То есть здесь выдумывать ничего не надо. Такие папки, как мне сообщили, должны быть в трех экземплярах. ОУ, УЖКХ, штабе гражданской защиты и спецавтохозяйства. Там прописывается все, от количества техники до фамилий водителей и трактористов. Ну, само собой, разводится на подъем и спуске песчано-солевая смесь, о которой, как сказали, заездил в город в достаточном количестве. Кроме того, прописывается техника на резиновом и гусичном ходу, что имеется в организациях различных форм собственности, способные работать по очистке снега. Данные согласовываются с отделом транспорта военкомата. Раздаются предписания руководителям предприятия на время вот этой ситуации укомплектовать водительским составом всю необходимую технику. То есть, видите, здесь старая схема работала, и эта система была, скажем, перед нами еще от КПСС, и достаточно активно претворялась здесь. Документ указывается даже вплоть до толщины снежного покрова. Значит, примерно до 10 сантиметров работы ведутся силами САХ и ДРСУ. До 20 привлекается дополнительная техника МУПов, свыше 20 привлекается техника строительных организаций и так далее и тому подобное. В том числе и БАД, который передали мы в крепость аварийно-спасательный отряд от города, и он там стоит и ждет, когда выпадет снег и будем чистить. Оказывается, он еще и поломался. Дальше. Существует даже прописанный механизм, как убирать этот снег. При толщине снега, кстати, выше 30 сантиметров, по сигналу гражданской защиты, я так понимаю, что у нас было выше 30 сантиметров, поднимаются все предприятия, в том числе аварийно-спасательные отряды. Я не видел ни одного аварийно-спасательного отряда, ни одного даже представителя этого местной организации. Хотя мы вручили, хотя мы создали целые подразделения, чем они занимаются в этот момент, никто не знает. Так вот, и даже прописывают, что сначала очистят дорогу к лечебным учреждениям, потом, говорят, на кладбище. Ну, само собой, жизнь не уйдет. К магазинам, чтобы не сорвать доставку хлеба. А кто не помнит, я могу сказать, что мы потеряли контракт с Дубасарами, из-за того, что не расчистили дорогу, не смогли вывезти хлеб в Дубасары. Так или нет? Да, городской комбинат. И затем по маршрутам общественного транспорта. Значит, везде все у нас есть. Я понял, что у нас есть папки, у нас есть все прочее, у нас все прописано. К сожалению, так и непонятно. А что же случилось? Почему же это все сорвалось? Вот я хотел бы узнать, во-первых, когда был создан штаб, когда он начал работать оперативно, этот штаб, и когда прошло первое заседание по всем этим мероприятиям. Самое главное, какие решения приняты, кому их вручили. Потому что можно заседать и говорить, что мы сидели за ноги. Что решили? Николай Викторович, Вы можете ответить на этот вопрос? Пожалуйста. Когда заседание штаба после штурмового предупреждения? Какие меры принимали сразу? Ну, штаб, как Горь Павлович сказал, он тут нам спросил, объяснил. Мы теперь все знаем. Значит, штаб был создан, как положено, летом. Действительно, мы рассчитались перед сессией городского совета о том, что мы коммунальные службы города подготовили ту технику, которая есть, но только никто не говорит, что сколько ее есть, и в каком она техническом состоянии. Нет, нам сказал уже начальник Саха, сказал. Значит, ну я просто хочу сказать, что на город Бендера положено 9 единиц грейдеров, а у нас их два, причем один сломался на второй день. И нам помогли парканы, дали двери, которые до сих пор работали. Потом дважды нам помогали в Бабадзее, две ночи подряд, два вечера работало, освещали в мистике города. Потому что после 5 сантиметров снега выходят пескоразбатыватели, то есть вся техника с отвалами, с мягким резином. Но после 20 сантиметров, это уже, тем, когда снег уже срежался, укатался, это бесполезная трата денег и времени. Поэтому правильно сказал, Вячеслав Валентинович, значит, в 4, начало 5-го техника вышла на подсыпку, потому что уже было скользко, надо было подсыпать, но снег не прекращался. И, ну я не знаю, я немножко опоздал, прошу извините, у меня тоже было совещание в Террасполе. Вот, значит, такого снега, ну здесь вот тех, кто родился в городе, такого снега у нас не было, и снегопада, и такого покрова, у нас не было лет 30. Ну не надо, Николай Викторович, потому что таких снегопадов было порядка 7-8 за эти 30. Хорошо. Даже больше. Поэтому давайте будем объективны, мы все в городе живут. Значит, я вас на сессии не перебиваю, так? Николай Викторович. Не, ну так вы хоть правду говорите, все же люди сидят. Вот мы хотели бы сегодня... Поэтому в оборудовании был создан штаб буквально где-то утром уже в пятницу. 25-го числа. Продолжен разбор, как говорится, разбор полетов. Определены меры по усилению, потому что снег шел, снег шел сутки. Высота снега по покрову в городе Бендеры была примерно метр. Местами, да? Ну не местами, а... Ну да, я не буду говорить метр, потому что когда мы вот начали уборку снега, слежавшийся снег на тех местах, где, в принципе, не на дорогах, а на периферии, он где-то был...